Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Это видео должно было быть посвящено теме очень простое, очень важное для любой женщины. Я хотела рассказать, почему, на мой взгляд, нам очень важно иметь статусную, дорогую брендовую сумку. Но когда я стала готовиться к этому видео, я расчесала волосы, в чем не очень часто отказывают мои же собственные зрители и комментаторы. Нет, я расчесываю волосы перед записью и обнаружила, что после расчески, это ангелтизер, я думаю, что у многих такая расческа имеется. Наверное, в силу того, что я нахожусь в шерстяной одежде, волосы стали магнититься настолько сильно, что, в общем-то, они, даже если я убирала руки и расческу достаточно далеко от своих волос, волосы торчали, как антенны. Я уже озвучила этот лайфхак, и это видео будет посвящено как раз-таки вот таким легким женским лайфхакам. Но озвучиваю еще раз, ведь не все это видео могли видеть, потому что оно было записано больше, чем полгода назад. Вам понадобится самая простая туалетная бумага, кусочек небольшой, либо вот такая салфетка бумажная, есть у многих на кухне. Можно взять так называемый кодекс-салфетка, любая бумажная салфетка вам подойдет. Если вы обработаете прядь за прядью ваши волосы, вы увидите, что статическое электричество входит после сразу-таки вот первого проведения вот таким образом. Сейчас я все свои волосы обрабатывать не буду, я это уже сделала, но выглядит это примерно вот так. Так, следующий мой лайфхак тоже мне очень-очень помогает. Опять же, часто мне говорят, если бы она сушила свои волосы феном и делала бы легкий брашинг, выглядела бы она несколько лучше в кадре. Могу сказать, что я человек, который вынужден сушить волосы феном, потому что у меня трое маленьких детей, потому что я записываю канал. Как многие женщины, я всегда очень-очень тороплюсь. И я говорила, что чем меньше мы воздействуем на свои волосы, я думаю, знают все это просто-таки очевидно, горячим воздухом, тем лучше они выглядят, тем дольше они сохраняют свою длину. И я поняла, что если я буду сушить волосы сразу же после того, как я их помыла, во-первых, это займет очень много времени, во-вторых, мне придется действительно с трудом их сушить, прежде всего у корней. Что я делаю? Безусловно, мне помогает всегда небольшой кусочек текстиля. Я рассказывала, что я не вытираю голову полотенцем, самая обычная хлопковая футболка из тонкого трикотажа впитывает гораздо-гораздо лучше. Но я усовершенствовала этот лайфхак и тоже о нем рассказывала, но, возможно, не все знают, не все помнят. Если вы возьмете самую обычную прокладку гигиеническую женскую, опять же, возьмете ее вот таким образом на руку и локон за локоном вот так протрете ваши волосы, либо, если у вас волос не так много, как у меня, соберете ее в хвост и прямо-таки отожмете хорошо в прокладку, вы увидите, насколько быстрее, а насколько быстрее. На моих волосах в три раза быстрее я могу сделать ее укладку и посушить волосы, сделать легкий брашинг, посушить волосы. Поэтому этот лайфхак меня очень-очень часто выручает. Следующий лайфхак, возможно, вы заметили, возможно, нет, но я сегодня заходила в MAC и примеряла новый цвет помады. И это так называемый тинт, но на самом деле неважно, тинт, кремовая помада, если помада вот такая яркая, очень часто она может оставаться у нас на зубах. Да даже нюдовая помада на зубах, это совершенно некрасиво. Я думаю, что многие из нас были в ситуации, когда ты разговариваешь с человеком, вспоминаешь, что у тебя яркая помада, и начинаешь незаметно облизывать себе зубы. Но не всякая помада еще и слижется с зубов. Как поступают многие, как поступают блогеры, должны поступать блогеры, если они пользуются красной помадой. Не помню, где я взяла этот трюк, наверное, у кого-то снова подсмотрела, совершенно точно не на русскоязычном ютубе. Вам понадобится ваш палец, вы должны очень плотно обхватить, сейчас я не буду показывать, но есть видео старое-старое на канале, где я показывала, но техника очень проста. Берете палец, обхватываете очень сильно губами и резко вытаскиваете. Важно вытащить ваш палец именно резко, потому что губы, что называется, у вас вывернутся на этот палец. И все остатки, все остатки губной помады, все, точнее, излишки губной помады окажутся у вас на пальце. Этот трюк можно проделать всего один раз. Я проверяла его миллион раз. Я не знаю, как он работает, но как бы сочно, смачно не были накрашены ваши губы красной помадой, любой другой пигментированной помадой, заодно вот такое движение вы совершенно точно избавите себя от риска получить отпечатки на зубах. Еще один лайфхак тоже меня очень выручает. Вообще, если честно, я, наверное, уверенная в себе женщина. Мне кажется, я всегда достаточно хорошо выгляжу, а когда я выгляжу плохо, я не очень расстраиваюсь, потому что я знаю, что могу выглядеть хорошо. Недавно мне был задан вопрос, Яна, почему у вас светлые волосы? Как вы добились более светлого оттенка? И я, признаться, была озадачена, потому что я не совсем понимала, потому что волосы я не осветляла. Но на монтаже я сама заметила, что мои волосы гораздо-гораздо светлее. Все очень просто. Потом, на следующий день, я поняла, когда стала готовиться к видео, я использую из раза в раз, меня этот лайфхак очень выручает, либо глину, либо самый обычный пищевой крахмал, наверное, в моем случае это кукурузный, я даже не помню, вам подойдет любой крахмал. Но в моем случае глина для меня слишком плотная, слишком сильная, и поэтому я смешиваю с крахмалом. Все зависит от типа волос, вы можете этот лайфхак попробовать сами и увидите вашу жужжную пропорцию. У меня это 50 на 50, 50% глины, 50% самого обычного крахмала. У меня есть кисточка, которую я давно покупала, еще в Москве жила, чтобы румяна себе наводить. Конечно же, румяна не навожу, эта кисточка не была расслаблена, только потому что дети долгое время ею играли, что я делаю. Я опускаю кисточку и прохожусь по пробору, приподнимаю пряди, вот здесь также очень приподнимаю пряди хорошо, и обрабатываю, обрабатываю вот здесь всю, получается, прикорневую зону. Это позволяет мне иметь прикорневой объем, и я при этом не пользуюсь, не пользуюсь никакими лаками, никакими пенками, никакими укладочными средствами, потому что я считаю, я уверена, и это подтверждено, в общем-то, не только мной, что если ты за натуральный уход, то, соответственно, и твоя косметика уходовая, а также стайлинговая должна быть натуральной, потому что иначе она не будет смываться теми шампунями, и уж тем более ржаной мукой, которую многие из нас, я знаю, используют. Я тоже периодически вижу, что у меня не ржаная мука, у меня рисовая мука, либо нутовая мука, ржаную муку я не смогла найти здесь, в Италии, хотя, наверное, она существует. И действительно получается такой рефлекс, при этом я заметила и отследила, что он получается не только на камеру, но можно осветить свои волосы вот таким визуальным исключительно способом даже в жизни. В жизни твои волосы тоже будут казаться светлее, в особенности, если вы блондинка, и у вас отрастают корни. В особенности глина очень-очень-очень осветляет волосы, потому что она не позволяет волосам блестеть, она их как будто бы обволакивает, получается такой, я даже не знаю, очень похожий, на самом деле, по цвету на седой волос, но если вы очень хорошо стряхнете глину, сделайте себе такой микромассаж, который также может быть очень-очень полезен для любой кожи головы, то, соответственно, вы получите прикорневой объем и волосы слегка светлее. Кстати, такой способ можно применять по длине всей пряди, поэтому таким образом вы сможете получить больше объема вашей прически, и не только прикорневой объем вы сможете получить, ну и, соответственно, у вас волосы будут казаться, ваши волосы будут казаться еще светлее. И, кстати, хочу прокомментировать одну вещь, которую мне сказал мой парикмахер Он сказал мне очень интересное наблюдение Он поделился со мной очень интересным наблюдением Он сказал мне, Яна, если ты покрасишь волосы тон в тон, но в холодный оттенок То есть ты не поменяешь, не сделаешь свои волосы не светлее, не темнее Но они будут, скажем так, покрыты холодным каким-то оттенком тон в тон Ты будешь казаться более блондинкой, чем есть на самом деле И именно этот эффект, я думаю, мы получаем, точнее я получаю, вы тоже можете получить, нанося глину Потому что действительно получается такой, если мы глину еще не хорошо стряхнули с волос, эффект седых волос В то время как, когда мы хорошо, 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 возможно, даже прочешем наши волосы Мы получим эффект действительно холодного оттенка на волосах Он может быть светлее, может быть темнее, все зависит от нашего родного цвета Точнее от цвета, на который мы наносим глину в данном случае, крахмал в данном случае Но, соответственно, совершенно точно работает этот лайфхак Тон в тон покрашенные волосы в более холодный оттенок, в более холодный тон А также глина на волосах и самый обычный крахмал на волосах Делают нас более блондинистыми, если нам хочется таковыми быть Еще один лайфхак выручает меня постоянно, озвучивая его также Я человек, который редко все-таки использует утюжок Редко выпрямляет волосы, потому что, ну, мне кажется, это очевидно Ничего от моих волос скоро не останется, но сегодня я тоже включала утюжок для волос Зачем? Много раз рассказывала Очень удобно вот таким образом гладить себе воротничок Я использую рубашки постоянно, у меня есть рубашки очень заношенные Потому что для меня это база, что называется, нательная Вместо белой футболки с длинным рукавом, чтобы не замерзнуть А сегодня я ездила снимать с рестайлов, падаю Я использую очень часто самую обычную рубашку светлого цвета И воротничок, конечно же, заминается на рубашке В особенности, если их хранить так, как храню я, не повешенными Меня очень выручает моя самая обычная плойка для волос И эта плойка очень хорошо разглаживает также манжеты Вот действительно, это просто удивительно, я бы никогда не поверила За одно просто вот такое прохождение вы получите сразу отглаженные, выглаженные манжеты И сразу отглаженный, выглаженный воротничок Более того, у меня такое впечатление, что таким образом гладить воротничок рубашки Гораздо эффективнее, гораздо удобнее и гораздо быстрее Ну и раз уж сегодня речь зашла о красоте нашего лица и все, что к нему прилегает Не могу не сказать, что сегодня, когда я примеряла помаду мак Когда мне ее помогли нанести, рядом со мной сидела сеньора Это была сеньора 50+, она была с дочкой Дочка была моего возраста совершенно точно И эта сеньора тестировала при помощи визажиста, надеюсь, профессионального Многие помнят мой поход в мак и так называемый бесплатный макияж в маке Так вот, она тестировала, выбирала себе средство тональное Либо вот что-то, что может затонировать кожу, убрать недостатки и так далее Могу сказать, что я достаточно долго находилась рядом с ней Фронтально, в зеркало, она выглядела очень и очень хорошо Но я могла наблюдать ее и видеть также в профиль, сбоку, что называется Я вам передать не могу, насколько состарилась ее кожа А мы сели примерно в одно и то же время То есть я видела ее без макияжа, точнее без покрытия И потом, когда ей нанесли покрытие И самое главное, когда ей нанесли пудру Я вообще против пудр, потому что вот здесь на волосках эта пудра остается Мы когда смотрим на себя в зеркало фронтально Мы не видим, как все это выглядит В то время, когда ей нанесли Помимо того, что пока она сидела, наверное, 20 минут Этот тональный крем, он то ли уже начал собираться в мелкие морщинки Которым подвержена, безусловно, возрастная кожа Плюс сверху еще была нанесена, точнее, пудра Все это смотрелось очень-очень ужасно Поэтому, дорогие мои зрительницы, сколько бы лет вам ни было Я хочу поделиться с вами своим собственным открытием, наблюдением и лайфхаком Потому что я человек, который ведет свой канал прежде всего Потому что любит наблюдать за другими людьми И всегда примеряет те знания, которые получила Получил в данном случае, получила я непосредственно на себя Кожа даже с дефектами, даже с прыщиками Видимыми прыщиками, без тонального крема B&B крема, C&C крема, всего того, что нам предлагает Подобная промышленность мейкапа Выглядит всегда гораздо более аккуратно, более молодой Макияж, покрытие лица, покрытие кожи лица Очень часто нас подводит Мы можем неправильно подобрать тон, неправильную текстуру и фактуру И так далее, и так далее И в итоге мы будем выглядеть гораздо-гораздо хуже С покрытием на лице, с покрытием на коже лица Чем могло бы произойти, если бы мы ничего не использовали Сократили бы время на свой мейкап И сократили бы свои расходы на те продукты, которые призваны нас украшать Но, к сожалению, это не всегда происходит Еще один мой лайфхак, очень-очень забытый Редко цитируемый здесь мною на канале Это то, как стоит подбирать себе красную помаду Я много раз рассказывала, что если вы выбираете себе красный цвет, красную помаду Желательно иметь уже дома красный лак для ногтей Который не старит нам кожу, не желтит, не выделяет нам морщинки Мы прикладываем этот цвет к губам Скорее всего, это будет 100% идеальный цвет для наших губ Что делать, если мы выбираем себе альтернативные цвета Не красные, то есть розовые, бежевые Любые цвета, отличные от красных То есть отличные от того цвета, который мы можем нанести непосредственно на ногти И посмотреть прежде всего, как этот цвет играет с нашей кожей на руках Необходимо взять и выдвинуть полностью цветную часть помады Если это так называемый тинт, то, как правило, у него имеется прозрачная упаковка Если упаковка непрозрачная, необходимо выдвинуть кисточку и просто посмотреть на цвет Посмотрев на него, необходимо его приложить к вашим губам И только в том случае, если вы увидите эффект фотошопа Если ваши глаза становятся более голубыми, а волосы более блондинистыми Либо наоборот, вы хотите быть брюнеткой и тут же все у вас становится ярче, красивее на лице Только в этом случае стоит эту помаду пробовать В противном случае ее даже не стоит наносить Потому что если оттенок помады, если цвет помады, который вы смотрите, который вам понравился Который вы взяли в руки, не украшает вашу внешность Просто находясь в тюбике Но когда вы поднесли непосредственно туда, куда вы будете наносить То есть непосредственно рядом с губами не находится этот цвет Этот цвет даже не стоит пробовать Как бы сильно он не пришелся вам по вкусу Скорее всего и нанесенный этот цвет не будет вас украшать Желаю всем выглядеть хорошо, красиво, стильно, иметь тот цвет волос, который хочется, найти свою классную помаду, которая будет украшать, будет радовать и поднимать настроение, которая будет делать нам эффект фотошопа. Я же на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро, всем пока-пока!